Это какой-то подвох. У вас вообще семья героев. Как стать спринтером за 6 дней? Полно ошибок и зачем работать. Сейчас едем записывать с мустангом зарубу. Он хочет неделю тренироваться на мотоцикле и обогнать меня на 400 метров на литровом супербайке. Потом он хочет продолжение балета, максимальная скорость и так далее. Парень способный, правда плохо видит на 1.0, как мне кажется, правда не признается. Но попробуем из этого сделать какую-то коллабу правильную. Привет. Здорово. 200, неделя. После того, как ты едешь 200, еще неделя и мы едем драгрейсинг. Ну а ты не тренируешься? Я не тренируюсь, не прикасаюсь к мотоциклу. И мне нужен тренер по драгу. Да, да. И очень мощный мотоцикл. Ну у тебя у нас будет одинаковый литровый мотоцикл, только у меня будет 15-летний, а у тебя новый. Я че, какой-то подвох. А у тебя будет новый, а у меня будет 15-летний. Там не будут подпилены тормоза, ограничение мощности, маленькие звезды. Все будет честно? Все будет честно. Хорошо, то есть я неделю тренируюсь. А потом, если ты захочешь, мы поменяемся мотоциклами и стартанем второй раз. Окей, окей. Но я должен за неделю сделать 200. Да, 200 разгоняешься. 200 неделю? Да. Ты тренируешься неделю, едешь 200 километров. Если ты едешь 200 километров, то у нас вторая часть пари. Мы, ты еще неделю тренируешься, и мы на чайке едем в драгрейсинг. Если захочешь, мы можем в любой момент поменяться мотоциклами, да? Если ты проигрываешь, то я с тобой делаю на любой крыше Киева суперклассное, супероткровенное и суперчестное и без дураков интервью. Окей? Да? Ссылки. Давай. Давай. До встречи. Что у нас сейчас намечается парить с Андреем Манистратом, бегущим банкиром? Это скучно мотоцикл, лучше расскажем про свою тему. Что с это, зачем ты это делаешь? А мне нравится, нравится. Ты же рискуешь жизнью, посмотри. Да ну нет. Один миллиметр от смерти. Нет, 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 смерти никакой нет. По лезвию ходишь? Я застрахован банки, вот у Андрея все нормально. Я чувствую себя в безопасности, как и все вкладчики. Мы надежно защищены. Потому что у меня сын хочет, он называет паркур, паркур. А, ну нормально, просто полумать. Лучше не надо говорить. В общем, сыну не рекомендуешь, да, лучше не надо. Ну, если ты его любишь. А, если несколько, то можно. Одному кому-то можно. Главное, чтобы были еще цены. У меня есть друзья, которые умерли. Что ты такой мрачный? Что за вопросы? Я могу сказать о другом. Люди, которые много бегают, у них стираются колени, тазобедренные суставы, у них портится сердце. И они рано или поздно нравятся. Мои сердце лучше, чем у этого парня. Я думаю, уже все. Колени, тазобедренные суставы. А Женя Черняк там рассказывал про тестостерон. Так вот, я могу на спор в любой момент с Женей пойти и сделать анализ на тестостерон. Любой, Майклаша. Майкласс. На этой неделе мне продлили санкции на 4 месяца. Закрыли птичку в клетку. Никуда не ездить 4 месяца, 20 февраля. Но это все меркнет по сравнению с приездом Оскара. Я привел специально Оскар на стадион, чтобы Оля сделала ему мастер-класс по спринту, потому что Оскар задекларировал желание пробежать из 12 минут сотку. 12 секунд. 12 секунд, сори. У меня все же минута. По-моему, ошибок и с надеими работают. И все это за 6 недель. И будет 6 недель. 6 дней. Как стать спринтером за 6 дней? Да. Молодец. Я специально проигрываю тебе что-то. Какое место он в ютубе занимает? 4 тысячи. Он тоже в топ 400 тысяч не входит. Кого ты слушаешь? Ты побегу. Все, я пошла. А что ты мне вообще позвонил? Друзья, это первый выпуск в новом формате недельных новостей, недельного блога. У меня много было событий на этой неделе. Мне дали новый срок по обеспечительным мерам. Я понимаю, что после Нового года я никуда не езжу, что до 20 февраля я буду в Киеве. Но это все меркнет по сравнению с приездом моего друга Оскара Хартмана. Просто это ничего, это пустой звук. Потому что сегодня ко мне приехал Оскар. Я ему пообещал беговую тренировку с Олей. Вы же писали мне про Олю? В конце концов мы здесь. Оскар пострадал. Я думал, я к тебе в тюрьму приеду. Оказывается, в том... Я выписал специальное разрешение. Я думал, мы через стекло. Я выписал специальное разрешение, что меня выпускают на стадион. Поэтому приходится, приходится. Это совсем за углом, здесь недалеко. Но как бы так. Спасибо, Оскар. Приезжай почаще в Киев. Оскар пообещал, что если мы соберемся... Кстати, это может быть проектом краудфандинга. Купим что-нибудь в Киеве. Какую-то однокомнатную квартиру на троечине. То он будет чаще приезжать. Не, вот это пентхаус. Пентхаус, пентхаус вот здесь. Троечина слишком груб. Слишком груб. Да ладно. Только рядом стадионом. Да, только рядом стадионом и метро. Потому что без метро... Да, без метро я не могу жить. Оскар будет растягиваться. Я провел только один час с Андреем Солей. И улучшил свое время на полсекунды. Осталось еще... А со шесть дней Оскар улучшит его просто... Рекорд мира. Да, рекорд мира. Каждый день полсекунды и все. Мы едем потом на Бриллиант Лигу. Выставляем против... 100% гарантии на возврат денег. Причем, в чем думаем, еще 110 с барьерами и 100 гладких. Поэтому... Ну вот. Спасибо. Это намек, намек. Внимание хочешь? Да, да, да. Внимание хочешь? Ну только внимание. У них битва за внимание. Это круто. Друзья, я вам говорил о том, что канал будет теперь выходить в новом формате. Я специально сделаю для женщин целый день. Валя будет вещать обо всем. Уже со следующей недели вы будете видеть канал в новом формате. Будет три еженедельных выпуска. Один чисто про спорт. Второй чисто для женщин. Третий немножко сокращенный вариант влога, который существует сейчас. Кроме этого, каждого первого числа мы будем выходить в лайве, отвечать на ваши вопросы. Каждого первого числа. Кроме этого, я объявлю бизнес-конкурс. Конкурс бизнес-идей. Вы будете присылать мне свои идеи. Я буду выбирать самую достойную и победившую идею я буду коучить. Я буду искать, помогать искать инвесторов, собирать, разбирать бизнес-кейс и доводить его до прибыльности. Успехов всем! Подписывайтесь на канал. И пишите то, что вы думаете по этому поводу. Всем добра! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вопрос. Давай. Почему Валю будут смотреть? Ну, потому что я считаю, что традиционно женщина в украинской семье, главное, у меня так в семье, во крайней мере. Поэтому она наведет порядок, шорох. Вот. И все мужики, конечно, придут послушать Валю, потому что если Андрей Анистрат это большая империя, то кто-то движет этой империей. И ее зовут Валя. Мне кажется, женщины захотят узнать, где рожать, как рожать, как воспитывать, как тренироваться. Я видел эти ваши семейные растяжки. Ну, это круто. Я думаю, что женщинам нужны конкретные ответы на конкретные вопросы. У вас вообще семья героев. Вы так этих деток воспитываете круто. Я думаю, что вообще всем будет интересно. Тем более, что Валя очень необычная мама, потому что я знаю, когда она уже с таким большим животом занимается, сама ходит на работу, не идет в декрет, рассказывает, как нужно делать. Ну, это круто. Я думаю, что это будут как раз такие сенсационные открытия, возможно. Как ты считаешь, каких топ-5 исключительных компетенций у Вали? Ведение беременности, роды, воспитание детей, воспитание мужа. Так, что еще? И там, знаешь, должно сейчас так-так-так загорать, загорать, говорит, черт, последнее, 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 последнее. Как выбрать школу? Вот это, вот, знаешь? Валя, ну мы с тобой коллеги по телеку, и мне больше, например, нравится YouTube и вообще блогерство, потому что оно искреннее, честное. Потому что как бы мы не снимали наши программы на телеке, люди приходят и говорят, ну мы там наснимали, Вы потом все равно смонтируете, как вы хотите. А блогеры – это люди, которые дают инсайдерскую информацию. Ты такого нигде не увидишь. И мне очень хочется, чтобы ты как раз показывала то, что ты никому не скажешь. Ну, разве что своим самым родным и близким на кухне. И пускай вот этот твой блог-день будет этой маленькой кухней, куда придет весь мир. Удачи тебе. Мой рассказ будет только про меня и про мой собственный опыт. Вот. Подписчикам буду рассказывать только то, что пропустила через себя. Только то, что прожила на собственном опыте. Только то, что есть мое на 100%. Сейчас многие звезды идут, звезды телевидения идут в YouTube. Почему? Что им не хватает в телевизоре? Наверное, у них очень много времени, им нечего делать. Поэтому они пытаются как-то себя реализовать как блогер. Пытаются удержаться на волне. Пытаются быть интересным новому поколению, которое растет. Вот. У меня не было мечты, карьеры, мечты сделать карьеру блогера. Это все абсолютно спонтанно. Я никогда не делала себя искусственно. Я жила на полную. Я всегда запрещала себе лениться. И, наверное, поэтому у меня как-то все динамично развивалось. Хотите? Я сейчас попробую. Не понравится? Если мне не пойдет, я скажу, извините. Какие у тебя есть исключительные компетенции? Чем ты отличаешься от всех остальных? Я думаю, это решает вам, чем я отличаюсь. Я точно не люблю быть фальшивой. Я точно люблю все пережить на собственном опыте, а не доверять чужим словам. Я очень много сомневаюсь, поэтому свою жизнь строю методом пальпаса и об этом в собственном опыте и буду вам рассказывать. Ничего другого. Что сейчас в твоей жизни самое интересное? Как удержаться? Остаться адекватной, улыбчивой, красивой и, в принципе, в строю. Потому что детей скоро будет четверо. Муж очень активный и очень требовательный. А я хочу оставаться мягкой, женственной и красивой. Кто тебя будет смотреть? Мне кажется, что я вообще хорошо устроилась, потому что я уже пришла на готовый, классный, востребованный канал, где просто вклинилась в паровоз, который идет на большой скорости, и мне в нем удобно. Но был один классный момент. Андрей совсем недавно посмотрел мой инстаграм и сказал, «Да, ты меня обогнала, у тебя подписчиков больше». Поэтому где-то я, где-то он, я вместе, мы сила. Что будет интересно мужчинам, мужской части подписчиков в твоем контенте? Я думаю, что мужчины будут в первое время сравнивать жену Анистрата со своей женой, или со своей второй половиной, или со своей любимой. Я не знаю, как у кого там складывается. Точно хочу вам сказать, что никогда не озвучивайте, и никогда не говорите вслух, а вот она, а ты. Это будет большая-пребольшая ошибка. Ну, а если вам что-то нравится, вы пишите, я прочитаю, отвечу. Что бы ты пожелала себе, начинающему блогеру в YouTube? Я желаю тебе, Валя, не обломаться на первой неделе, и на второй тоже, и на третьей, когда все уже надоело, и вообще начинаются какие-то ссоры с Андреем через его YouTube-канал. Не обломайся. Но вот выдохни и сделай, как тогда, 10 лет назад. Все, как считаешь нужным. Мягко, постепенно, но уверенно. Как же сильно тебя требует любить, чтобы все так... Куда ты пришел? Чужикал.